Страховочное устройство, спусковое устройство, дополнительное спусковое устройство наверху еще находится для подъема, соответственно, устройство и петли, с помощью которых мы перемещаемся по вантам. Это минимальный набор, который необходим для безопасности альпиниста на высоте более 300 метров. Роман и еще 20 добровольцев уже который день подряд героически, как считают многие, очищают русский мост от льда вручную. Есть хорошая фраза, я не помню, в Игоцке, кажется, сказал. Делай, что умеешь, там, где ты есть, в то время, когда ты нужен, собственно. Я умею висеть, умею произвести эти работы, ребята мои тоже. Мы находимся просто, ну, обстоятельства у нас свели сюда, но мы должны помочь как-то. Я не знаю, это не геройство, потому что если бы люди с такой же подготовкой были на моем месте, они бы, наверное, точно так же поступили. Этот мост для Романа как родной. Летом 2012 года он натягивал ванты на опоры, поэтому и сейчас не мог остаться в стороне. Ранним утром альпинисты, как они сами выражаются, завесились и спускаются с высоты только к полуночи. За день они успевают очистить одну-две ванты. Мне лично не страшно, потому что я здесь работаю очень долгое время. Люди, которые со мной работают, даже те, которые в 2012 году со мной были на строительстве, им, конечно, страшновато. Обледенение от такого высокого моста не имеет прецедентов в мире, и технологии для его очистки подобрать сложно. Спасатели-альпинисты и мостовики посовещались и решили чистить вручную. От МЧС на высоте работают 12 человек, в их числе и Юрий Остапенко. Движение по мосту было перекрыто с 21 ноября из-за падения льда на проезжую часть, а в социальной сети появилось видео, что пострадали и внешние конструкции. Все видели, что была повреждена одна декоративная оболочка ванты. Собственно говоря, поскольку она декоративная, то, еще раз повторюсь, но на основную несущую способность моста это никак не повлияло. Открыть русский мост планировали 30 ноября, но возобновление движения перенесли на неопределенный срок. А это значит, что жители островной части вынуждены оставаться в ледовом заточении. Мы делаем все, что возможно. Ну, поймите, условия сильно серьезные, чтобы как-то прямо уж сильно ускоряться у нас не получается. Мы будем жертвовать собственной безопасностью. Я надеюсь, это вам не нужно, учитывая. Ну, паром все-таки открыли, какая-никакая переправа есть, что-то запущено. Так что, ну, держитесь, делаем все, что можем. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.